Старый мост, построенный в Заринске еще в 60-х годах прошлого столетия, был признан аварийным. Изношенные опоры не выдержали веса большегрузной техники, которая ходила без ограничений. Мост вынуждены были закрыть, хотя для жителей Заринска он, можно сказать, является объектом стратегического значения. Сорокино – это северный микрорайон города Заринска. Проживает порядка 4500 жителей. Там, да, есть школа, есть садики, но город у нас получается единое целое. Они двигаются в город, многоэтажную застройку, двигаются на работу, градообразующее предприятие и прочее. Еще на этапе поиска финансирования ремонт моста взял под контроль депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Деньги нашли. Почти год ушел на разработку проекта и проведение конкурса. В начале ноября был подписан контракт, и жители Заринска поверили в то, что мост будет отремонтирован в срок. Однако в ноябре техника на объекте так и не появилась. Администрация Заринска, оценивая риски, настояла, чтобы подрядчик подготовил подробный график работы и придерживался сроков. Представители Краевого Минстроя каждую неделю встречаются с подрядчиком и руководством города на мосту, чтобы сверить часы, что сделано, а что еще нет. Но отставание от графика пока не сокращается, и это беспокоит всех. Рабочие снимают верхний слой асфальтового покрытия с аварийных мостовых пролетов. Казалось бы, процесс идет. Но вот незадача. На момент съемок, а это 20 числа декабря, демонтаж конструкции уже должен быть завершен. Проверить это легко. Информация есть в открытом доступе на сайте госзакупок. Закономерно возник вопрос, что это, срыв сроков? Мы обратились за разъяснениями к подрядчику и получили уклончивый ответ. Мы по объемам маленько перераспределили, как выполнять работу, для того, чтобы стартануть. Мы стартанули больше на площадках, мы сделали их больше, чем положено, для того, чтобы приступить к демонтажу в январе, как я уже сказал. Затем мы уже сейчас приступили к демонтажу и разработали такие проектные решения, для того, чтобы уже снимать попролетно. То есть у нас степень разборки верхней дорожной одежды, она как раз у нас сейчас уменьшится. Мы постараемся максимально пролетами снять в конце января, февраля. Работы у нас еще не остановились. Мы работаем до 30 декабря и часть работ демонтажа, что запланировано, она будет выполнена в этом году и в январе месяце. Никаких проблем мы там не видим. Работы идут. И в самом деле со стороны Сорокина специально для тяжелой техники уже соорудили насыпь. Новые пролеты обещают установить в марте. Причем нужно успеть до весеннего паводка. Если чумыш вскроется раньше, чем завершатся работы, то заявленный срок открытия моста, конец сентября 2021, может быть сорван. Можно успокаивать себя тем, что самому подрядчику невыгодно нарушать сроки. Мало того, что за каждый день просрочки ему придется платить немалый штраф, так еще он рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Но это не повод расслабляться. Мы со своей стороны будем и дальше рассказывать о ходе работ. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.